итак ребята всем привет сегодня у нас будет интересное видео по предыдущим сюжетом вы наверное видели что у меня была битва среди металлоискателей разного уровня разных моделей именно с ванишем 540 итак ребят всем привет сегодня у нас будет интересное видео просто-напросто битва приборов за моей спиной находится армия которые парни откликнулись и сделать тестик на глубину залегания на быстроту отклика сейчас быстренько с ними познакомимся и посмотрим что за прибор у нас сегодня будет биться и сегодня за моей спиной стоит два прибора сейчас я с хозяином вас познакомлю он видел но в соревнованиях не участвовал это сергей камрад с которым мы постоянно копаем сереж что у тебя за прибор батл батл ну посмотрим конечно приборы разной категории один тяжеловес другой легкоатлет я сразу могу сказать с уверенностью что прибор непосредственно сергея вну по глубине однозначно выиграет но мы хотим это все наглядно посмотреть ему 12 лет во первых технологии шагнули до тест у нас будет по глубине залегания находок я выкопал уже ямки 3 ямки глубиной 20 30 и 40 10 конечно они увидят все все монеты но вот эти вот размеры особенно диапазон 40 сантиметров на прошлых тестах нам показал что практически никто да какой практически никто не взял 40 сантиметров монеты екатериновский пятак рубль александровский никто ребята да и также у нас будет ты небольшой тестик именно по быстроте отклика прибора а также на замусоренном месте будет очень интересный видеосюжетиком тем что оба они металлоискателя именно фирмы мини лап но категория разная соотношение цены и конечно качество прибор у сергея по качеству куда превышает уровень вот чем ванишь ну по качеству сборки отделки пластики и всего-всего-всего вот ну а в целом сейчас посмотрим так что смотрим будет очень очень интересно ребят вот они эти три ямки прошлые видео вы наверное видели что я немножко по-другому у меня было но сейчас решил провести тест именно так это ямка у нас как вы видите 20 сантиметров 20 следующая ямка у нас 30 и самая глубокая 40 не знаю понадобится она нам нет но по крайней мере она у нас 40 сантиметров что хочу сказать по приборам сереж вот твой приборчик сразу ребят хочу сказать что ну это аналог и трако верно да ну как бы немного похуже похуже да такая штуковина есть 8 батарейками 8 батареек это кучеряло ребята обычный она одна весит просто ну прибор ребята и хочу сказать наверное в 2 то и в 3 раза тяжелее чем ванишь вот серёж возьми два прибора как тебе на килограмм больше да хотя катушки смотреть этому прибору 12 лет этот новый прибор посмотри вот катушки вот просто похоже смотри вот эти изгибы просто круглая и овальные ну мини-лаб есть мини-лаб чего не зачем дизайн будет меня даже карбоновые штанги здесь алюминий идет здесь карбон вот тоже самые штанги раньше это было на элитных приборов сейчас это на даже зажимы до зажимы даже смотрите зажимы прям аналогично одинаковые ребят то что кабель идет внутри здесь надо но это просто подешевле вот этот прибор ребят вани стать они держатся прям одинаково вот развесовка ну как ощущение как-то меня один к здесь жестенькой но практически один но приятно приятно в руке ванишь держится мне нравится то что вот он складывается тоже хорошо как его ниша не наверное ты считай вот раз его сложу сколько серёж у тебя говори сколько тебя это прибор уже ты пользуешься а то в комментариях пишет что вот этот зажим ребята зажим сразу быстро выйдет из строя сколько тебя в 2008 вот ребят 2008 то есть 12 лет зажим работает в исправности так что не надо писать в комментарии робу никогда вот в основном вот этот но он работает исправно вот так ребят посмотрим у ваня шоу в запчастях часто продают вот эти пластинки красные ну как бы мне не понадобилось вот так вроде зажим ребят надежно как эксплуатировать ну ладно давайте ребят приступим покажу вам какие монеты будет участвовать дальше вот все процесс ну да ну компактный очень компактный становится в любой багажника терка у меня 505 еще есть он все его придется располовинивать что в багажник засунуть он не лезет дон да он даже в рюкзак рюкзак даже полезет плюс еще рукоять убавляется метр но он еще короче вот эту вот и трогать но он смотря на это просто меньше меньше метра вешкину в багажник и когда с места на место переезжаешь очень удобно все что рекламируешь что ли прибор итак ребята первая монета это 5 копеек обычная ссср укладываем в ямку глубиной 20 сантиметров вот хорошо сергей сейчас будет у нас давай сначала сначала давай твой узнаем видит он нет настройки то какие сергей делаешь все металла хорошо копаемый тетя показывает прибор на башмах ну я бы не были не копаем звук можно прибавить да я хрен знает если мне попал бы этот прибор в руки я бы хрен бы копал очень я бы были честно говоря болен так давай попробуем ванишь ванишь тоже тогда включим дай я включу его ребят он легик тем что его включить элементарно нажал автоматическая балансировка поставил поставим тоже так же какой сергей все металлы максималку вот максималку тоже полностью ну и смотрим ну как видите ребят сигнал есть принципе можно капнуть воды конечно показывает и в минус и в плюс но сигнал я думаю туда обратно да да смысла я думаю в 20 нет вообще ну а на 20 искалибр будем увидит 20 сергей да сейчас давайте посмотрим 20 и так ребята глубина вон она 5 копеек все честно глубина 30 перза как вы и давайте посмотрим какой-то музыкальный прибор но если человек с ним с этим прибором работает ребята я мозг может сломать первый год хотел бы просто берет новичку новичку он короче не подойдет вообще никогда для человек просто никогда не занимался металловской поиском купил explorer или нет рак или даже этот сафари он с ума сойдет голос ломает ну в общем а на глубине 30 ты так этот копал бы но если просто сигналов нету топ капнул да а так в целом и вряд ли да так ну хорошо пятак ребята пятак у нас выиграл explorer ну что ребят давайте из любопытства проверим и ванишь глубина 5 копеек 30 сантиметров все можно всеми там а пошу 3 а помедленнее ребят ну при медленной проводки в принципе ванишь тоже цепляет оказывается но я бы такой сигнал не копал бы ребят смотри где да ну да на полях бы может быть и ковырнул а вот на замусоренных местах в деревнях конечно бы не стал ладно ну допустим а ну здесь давайте будет ничья но все равно данный закапывает 40 смысл нет да я положу сверху проверим 40 ребят для проверки забросили пятак на 40 сантиметров но присыпать не будем это получится то же самое что по воздуху но этот тест получается как по воздуху если мы положим камушек он наверное вот да не наступай блин ребята удивил удивил ну давай ванишь ключи может и ванишь увидишь на 40 сантиметров видит не я бы не копал ну проскакивает но я бы скорее всего вы не копал ладно хорошо видно но я бы не копал ребят у нас тут получился такой нюанс для того и нужны тесты мы сейчас с серегу сергеем были в шоке то что смотрите ямка 42 до 40 сантиметров но пятак пять копеек советские мы сергеем только что делали тест и ванишь очень плохо видел его увидел смотрите он его не видит сейчас а а когда катушка смечаясь центр назад смотрите что сейчас вы увидите ребят копаемый четкий сигнал мы серым если честно удивлены смотрите здесь катушка обычно ловит центр здесь не ловит а вот задняя часть катушки прям видит пятачок на 40 сантиметров очень здорово серёжа давай сейчас попробуем пятачок и накрыть земелькой ребят пятак присыпали хорошо ребят видит видит я просто офигеваю ребята над результатом 40 и так я даже задумываюсь нужно глубину делать побольше 40 сантиметров я не ожидал что он увидит его офигеть вот это да сейчас ребята мы будем закладывать пятак конечно же если 40 сантиметров да ну посмотрим как медь медь играет закладываем 5 копеек медные екатерины 40 сантиметров 40 конечно же мы в эти ямки 20 и 30 закладывать не будем потому что как бы ну сами видели все видит офигенно серый накрывает сразу до сразу закапываем и накрываем болен провалилась и чтобы давай вот этот возьмем еще один дерн оба вот так вот теперь точно заподлицо давай опять начнем спереди нет присыпали уже не видно ребята не видно но здесь лишь тоже шапка воздуха а если мы плотно все это еще придавливаем уже сожалению не видит так ладно не видит давайте эксплуаер посмотрим ну давайте посмотрим как эксплуаер на табло идет чернина и слепной но не копаемый сигнал да если на улусе или на каком там керемете то копаем но урочи бесполезно ясно давайте сейчас в эту же ямку мы погрузим уже рубль серебряный рубль те ямки мы также не будем закладывать а сразу же на 40 сантиметров и так ребята сейчас мы будем погружать ямку 40 сантиметров непосредственно такую большую серебряную монету на 40 сантиметров серебро и посмотрим как два прибора справиться вот с таким заданием по воздуху будем ли сразу кого давай сразу ну что первый идет у нас ванж 540 рубль жопку жопку отводить но такой датчик проскакивает проскакивает на полях можно копнуть когда нет сигналов а в целом на замустренных местах конечно его уже не копать и идут в этом четко черный ну я бы если честно не копал бы ну такой да ну а сейчас музыкант копаем ну а так никак не копал бы сереж не видит квадратик забивает ну какой у они сюда проскакивает и здесь ясно но по глубине в принципе вы все видели давайте именно непредвзятое отношение к ванюшу потому что у нас ну соревнуется с ванюшем и каждый хвалит свой прибор давайте услышим по данному тесту именно у сереги именно у соперника что хочешь сказать ты видишь что они даже похоже ну красный и черный сами технологии исполнение штанги и катушки просто формы разные ну я согласен но вот этот конечно explorer он выглядит побогаче покруче чем вот это вот обрубленный из дешевого пластика сделанный но как вы видели результаты в принципе ну сереж скажи равные результаты ну в принципе да вот это человек а уж технологии не стоят на месте они идут вперед и то что было раньше круто сейчас это обычно вот так вот сейчас будет у нас продолжение на быстроту отклика приборов и на замусорных местах ну а сейчас ребята на скорость отклика сигнала сначала сделаем две монеты серебряный рубль и медный катин пятак посмотрим как быстро реагирует на сигнал потом между ними еще положим одну монету и посмотрим на результат ребят так что смотрим первым делом будет ваниш поехали здесь важно количество да важно чтобы два сигнала проходила ребята два сигнала катушка чтобы видел хорошо быстро откликается все четко все классно давайте посмотрим как будет смотреть следующий прибор а сейчас давайте посмотрим как работает explorer ну в принципе ну в принципе неплохо я считаю что неплохо но видно слышно да ну ка еще раз сливается до сливается сигнал в один так не выключая пока давай я сейчас между ними положу еще пять копеек давай пока свой так теперь три цели до усложняем задачу для приборов а теперь быстрее этот металлоискателя ребята работают очень медленно а если быстро а если быстро то сливается ребят ну-ка сереж быстро быстро махать не получится потому что у вас отсохнет рука да и этот прибор работает медленно давайте посмотрим как ванишь смотрим как работает ванишь все три цели видит и откликается очень быстро быстрее катушкой ребят ну вот этот прибор работает уверенней да уверенней уверенней сереж работает прибор но вот этот вот это соревнование конечно выиграл ванишь верно ванишь посмотрим на замусорен да ща посмотрим на замусоренных гвоздик накидаем железо ну а сейчас ребята мы усложняем задачу для приборов положили в центр медь и по краям железо посмотрим приборы увидит непосредственно цветной металл среди железа ванишь первый копаемый сигнал берно четко копаемый сигнал хорошо а давай сейчас раздвинем должен проскакивать железо и цветной ну в принципе нормально нормально давайте explorer посмотрим поехали explorer ребята ванишь показал что он видит ну ты бы не копал такой сигнал верно так давайте раздвинем ну так а ты когда ходишь катушкой жимашишь видит ну ты же так не ходишь верно ты ходишь смотаешь то есть и они хрена не увидишь среди железа видите ребят прибор не видит вообще но здесь вот explorer снова проиграл ребята снова проиграл на замусоренных местах и deus тоже проиграл как вы видели в прошлых видеосюжетах и так ребята пришло время с вами попрощаться и сделать вердикт данному тесту у нас непредвзятое отношение может вы подумайте что я рекламирую и я как-то хочу накрутить продаваемость данного прибора может кто-то скажет что я заинтересованы нет ребята я всегда делаю видеосюжеты непосредственно так чтобы вы знали саму суть прибора покупать его или нет сегодня тест был такой знаете ну серьезный я думал что ванишь гораздо покажет результаты хуже уступит зачастую но три теста первый тест был спорный то есть два прибора показали на высоте очень хорошие результаты я сам был в шоке что 5 копеек советские увидел на 40 сантиметров да да вот а дальше мы не углублялись ну 40 это достаточно затем по быстроте отклика конечно ванишь показал лучший результат вот потому что прибор explorer он сам по идее медленный как и и драк они медленные с ними нужно ходить очень медленно что хочу сказать по по замусоренным местам ванишь тоже ребята результаты показал лучше вот и сейчас как у владельца explorer сергея сказать попросить что он думает ну а ванишь и серёж что хочешь сказать про этот прибор провалишь провалишь я могу сказать могу сказать про explorer он уходит на авито ближайшее время если я желаю купить слышали ребята сергей свой прибор уже выкладывает на авито здесь есть несколько нюансов во первых вот эта вот штука количество батареек 8 штук до большое 8 штук весит неимоверно много из за того что у меня еще здесь аккумуляторы они еще тяжелее чем прибор и ребята реально же за сутки он выжирает 8 батареек за прямо сразу раз минус минус explorer ну называется он конечно профессионал и про кашин да ну может быть 12 лет назад и было это нормально сейчас видишь на выжал 0 здесь всего 4 батарейки вес в два раза века складывается очень удобно и по настройкам на одну кнопку но нет конечно жена чуйку бои прибавить там будет там глубину дискриме но здесь гораздо здесь настройки очень много то есть здесь надо например здесь вот захотел убавить чуйку до 1 1 1 1 1 1 1 убавил да просто вот этих до нажала на самолет назад и меню выбрать дискрим или настройки там чё там и другими кнопками уже убавляешь прибавляешь то есть более глубоко так заходишь ну а в целом коротко аванше слышали ребят отличный прибор начинающим советуешь начинающим знаешь начинающие они в основном кто первый человек хочет я хочу заняться металлопоиском денег покупает что-то там такое ну а можно выйти сразу нормальный прибор и больше вам не надо будет ничего менять потом продавать то есть ваня что рекомендую купил забыл все да можно взять простую версию у меня в данном случае версия про но можно взять вот не на не просто и брать ну знаешь наушниках я сегодня походил и наушники меня честно говоря не впечатлили то что ты купишь обычную версию там будет вот такая катушка правильно и все снайперку нужно но если шурфолог туда шурфами увлекаться надо потому что по верхам уже практически мест очень мало поэтому две катушки это хорошо наушники конечно это на любителя но при большом ветре но это плюс да это так что ребята версия про выбираем на этом и все ребята всем пока сергей огромное спасибо что он предоставил что у меня вызвал на челлендж мы посоревновались и в итоге результат ну 21 да ну почти зачастую 3 0 до 21 я согласен на ничью да побеждает дружка говорится ну все на этом ребята всем всем пока спасибо палец кверху за трудосторания и до новых встреч пока субтитры сделал DimaTorzok